Дополнительная поддержка Одинокопроживающие лица, имеющие доход ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленного в Московской области для пенсионеров, то есть меньше 16 800 рублей. Вторая категория граждан – семи пенсионеров, достигшие также 70-летнего возраста и получающие пенсии ниже 16 800 рублей. Каждый, в принципе, может для себя посчитать примерную сумму дохода, чтобы уже решить, положено данному человеку это выплата или нет. У нас есть размеры пенсии граждан, есть все выплаты, которые производятся по линии соцзащиты. Соответственно, мы уже определили примерный круг лиц. Он на сегодняшний день составляет 2000 человек. Но, конечно же, каждого мы будем рассматривать индивидуально, потому что всякие обстоятельства бывают и доходы могут меняться. Для получения субсидий будут учтены такие доходы граждан, как пенсии и все льготы, которые выплачиваются в соответствии с федеральным законом, а также законом Московской области, льготы по ЖКХ, компенсации за телефон и другие. В постановлении правительства Московской области также отмечается, что в размер доходов не будет учитываться размер жилищной субсидии, государственной социальной помощи, а также экстренной социальной помощи. Но сама выплата повлияет на начисление жилищных субсидий, государственной социальной и экстренной помощи. На сегодняшний день мы работу ведем, выдаем информационные, скажем так, листки поздравления, в которых кратко описан порядок и перечень тех документов, которые необходимо будет представить для назначения данной выплаты. Выплата будет назначена с периода, с которого подано заявление сроком на 6 месяцев. Это значит, что для дальнейшего продления денежной компенсации по истечении срока нужно будет предоставить все документы заново, включая данные о доходах за три последних месяца, предшествующих дате подачи заявления.